О, запись пошла. Всем шалом. Сегодня с Божьей помощью мы на уроке о законах шаббата поговорим о очень важной теме. Очень часто люди с ней сталкиваются, скажут, а каждый шаббат с ней сталкивается, иногда это делает проблемы, и люди ошибаются. По этой причине, ее стоит разобрать, стоит знать, мы будем говорить о Ахана Мишаббат Льом Холь, то есть, в принципе, о приготовлениях с шаббата на будние дни. То есть, в принципе, мы делаем какое-то действие, которое к шаббату уже не нужно, и оно так или иначе делает приготовление уже для буднего дня. Нужно просто понимать, в базе этого запрета стоит очень важная вещь. Дело в том, что шаббат предназначен для святости и для отдыха. И любое, скажем так, прикладывание усилий в шаббат для того, чтобы сделать что-то ради будних дней, является ничем иным, как пренебрежение святостью шаббата, и по этой причине наши мудрецы запретили делать всевозможные прикладывания какие-либо усилия, которые, в конце концов, они сделаны для того, чтобы, скажем так, служить не шаббату, служить будним дням. По этой причине запрещено. Но вещи, которые сделаны для самого шаббата, понятно, что не запрещены. Я вам приведу пример. Например, запрещено в шаббат, допустим, стерить постель и застилать постель, если вы собираетесь. Это вам нужно для молодца и шаббата, а не для самого шаббата. Это будет запрещено. Но если человек наводит порядок на кровати, заправляет свою постель для того, чтобы ему было приятно находиться в шаббат в своем доме, и это часть его оных шаббата, то есть получение удовольствия от шаббата, то понятно, что этого запрета нет и это разрешено. То же самое, например, уборка со стола. Если человек поел, сделали трапезу, было весело, все замечательно, он убирает со стола, делает порядок для того, чтобы было приятно находиться в доме, чтобы ему было приятно получить удовольствие от чистого дома в шаббат, то это разрешено. Но когда у нас, да, может проявиться, обычно это то, что происходит, когда у нас, да, может появиться проблема, проблема у нас может появиться на третьей трапезе. Когда мы делаем третью трапезу, что происходит? Мы закончили есть иногда, у нас есть домоцель, шаббата, время, мы сидим, разговариваем и так далее. Если мы, еще не наступил, допустим, не вышел шаббат, еще не опустило солнце, и мы хотим, скажем так, чтобы у нас стол был чистый, мы хотим его использовать для игры, для поговорить и так далее, чтобы как бы не было беспорядка на столе, то если еще солнце не зашло, а если еще шаббат продолжается, то можно убрать после третьей трапезы со стола. Но, если человек убирает после третьей трапезы со стола не для того, чтобы было приятно, чтобы ради шаббата, чтобы у него был порядок, а для того, чтобы облегчить себе уборку на вождение порядка после шаббата, то есть, когда шаббат закончится, то в этом случае будет проблема убирать стол после третьей трапезы, потому что это приготовление с шаббата на будни. Кстати, есть очень интересный момент. Человек может играться в игры и сказать, да-да-да, мне это мешает, я действительно не могу, мне это мешает, но если у человека в зале стоит стол, на котором ели третью трапезу, а он по-настоящему пойдет сидеть в другую комнату, и он может пойти сидеть в другую комнату, а стол останется там, где он не сидит, то убирать его нельзя, говоря тем, что мне так приятнее проводить шаббат. То есть, если ты пошел в другую комнату, то стол тебе, скажем так, не убранный, не мешает. Если его уберешь, ты просто себе явно-наглядно готовишь плацдарм для меньшей работы эмоций шаббат, что есть приготовление с шаббата на будни. Есть очень интересная вещь по поводу мытья посуды в шаббат. Это очень важно, потому что мытье в шаббат, за посуду в шаббат, оно может быть разрешено. Допустим, человеку нету посуды, ему нужно, он поел, посуда грязная, ему нужно снова на новую трапезу посуду. Естественно, что он может помыть для того, чтобы ее использовать. То же самое происходит, например, человек использовал много посуды, сейчас он хочет попить. И из-за того, что он хочет попить, ему нужен новый стакан чистый. Вот очень интересная вещь. В случае, он может помыть стакан, причем при этом он, когда моет стакан, может помыть все стаканы. Ему хочется попить. Он по дороге может вымыть все стаканы. Почему? По причине того, что каждый стакан по отдельности предназначен для питья в шаббат. И он может выпить с этого или с этого, или с этого. Поэтому, когда он моет стакан шаббат, а за ним другой стакан и другой стакан, то из этого выходит и видно, то есть в принципе, что он, хотя бы при поединке, он готовит много стаканов, но каждый стакан сам по себе, он достоин для того, чтобы использовать шаббат, потому что человеку он принадобен, и таким образом в этом нет проблем. То же самое с тарелками. Человеку нужна тарелка, у него грязная тарелка. Он может помыть не одну тарелку, а все тарелки, по причине того, что он может использовать каждую из них для шаббата. Хотя ему нужна одна, но он может помыть все по дороге. И в конце концов, но, но, тут очень важная вещь. Если человек, важная вещь, если человек собирается мыть не для того, чтобы использовать шаббат, то посуду мыть шаббат запрещено. То есть, если нет, если мытье не идет ради использования шаббата, то естественно, запрещено. Так это выходит на ректор, кстати, шаббат, так выходит, что Фанрук постановил, имя Шнабрура. Есть вот интересный очень аспект. Есть вопрос другой. У меня есть посуда, грязная. Мне, да, нужна посуда, чтобы я помыл, но у меня в шкафу еще стоит посуда. То есть, у меня есть грязная, в шкафу еще стоит посуда. То есть, тот факт, что у меня есть в шкафу посуда, влияет ли на мне на разрешение помыть посуду, которая мне сейчас нужна. Тут очень интересная вещь. Много очень галактических авторитетов, например, Шаббат Хилхата, Равн Орхот Шаббат приводит, это от имени Равбаев Фаншин, Равкарелец говорит, я не обязан лезть в шкаф, доставать посуду. Я не обязан использовать всю посуду, которая у меня в доме для того, чтобы взять, прежде чем смогу помыть посуду, которая стоит в раковине. У меня есть посуда грязная в раковине. Да, у меня есть в шкафу. Мне сейчас нужен стакан для того, чтобы попить. Я не должен, я не обязан лезть в шкаф, доставать стакан. Я могу помыть посуду, этот стакан из раковины грязной и использовать его снова. Мне не нужно всю посуду из шкафа выкачать, пока мне не будет разрешено помыть всю посуду. Это подход, как мы сказали, что Мира Шаббат Тихана. С другой стороны, когда мы открываем Аруха Шурхан, и Эльвия Тахэн, они говорят, стоп, 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 стоп. У тебя есть чистый стакан? Есть. Значит, тот стакан, который сейчас будешь ты мыть, он по-настоящему тебе не нужен. То есть все твое действие работает для того, чтобы сделать себе, облегчить работу в будний день. Это нельзя. То есть пока ты не закончишь, у тебя чистый стакан, ты не имеешь права мыть посуду, говоря, мол, я мою для того, чтобы использовать Шаббат. Те же есть, что использовать. И поэтому нечего тратить время в Шаббат на не-шаббатные действия. Займись чем-нибудь более полезным, чем-нибудь более духовным в Шаббат. Есть такое, можно так объяснить. Это подход, кстати, тоже Шмират Шаббат Тихатайл Кутюсев приводит этот подход, но на Галаху, то есть если туда и сюда, на Галаху, скажем так. Давайте, стоит разделить между шкафом и, скажем так, сушкой для посуды. Когда ты подходишь к тарелке, то есть здесь в шкаф, открывать шкаф, доставать какую-то посуду – это одно. Когда у тебя стоят стаканы на сушке, ты подходишь все равно к воде, там, где вода находится и так далее, то если у тебя на сушке стоят вымытые стаканы, бери вымытые стаканы, не надо мыть те, которые находятся в мойке. Но если же у тебя нет ни одного чистого стакана, скажем так, до достигаемости руки, там, скажем так, на сушке, которая возле мойки, а это где-то в шкафу, то тогда можно помыть стакан, который хочешь использовать, несмотря на то, что ты не использовал все стаканы. То есть это то, что с точки зрения практики. Близко на сушке не моем посуду, если только в шкафу, то можно помыть. Это с точки зрения человека, которому не мешает грязная посуда для его душевного отдыха в шаббат. Теперь есть люди, которые с ума сходят видеть грязную посуду, у них стоящую на кухне. Им это не даст спокойствия, их будет это водить из себя, и, скажем так, весь он их шаббат ушел гулять. Есть такие люди. Таким людям, в принципе, мытье посуды это работа для шаббата по причине того, чтобы им было спокойное на душе, они могли спокойно расслабиться и отдыхать. Этим людям можно мыть. И мы говорим о людях, которые с ума сходят, и их это бесит и в будние дни. То есть они в будние дни посуду не оставляют в раковине, они в будние дни моют. А те, которые в будние дни не моют, бросают в раковине, там день стоит, второй ничего страшного, и вдруг в шаббат резко они вспоминают, что им нужна чистая-чистая комната, то нет. С них работают, на них простые законы, как мы сказали, приготовления. То есть тут нужно быть, скажем так, честным с собой. Есть еще один аспект. Иногда люди, скажем так, не такие чистюли в каждый день, или, допустим, зимой, но когда просыпаются товарищи насекомые по имени муравьи, то они не боязно оставляют посуду. Ставишь посуду утром, пойдешь спать, встанешь, Судеш решит, или там днем, а там уже муравьи устроили праздник. Или другая живность. Таким случаем, если есть опасность того, что живность придет к грязной посуде, то в этом случае, да, посуду тоже можно мыть, даже для человека, который обычно не моет посуду. Потому что, если эта живность, ему сильно-сильно будет мешать. И это все хорошо. Все, что мы сейчас говорим, замечательно относится к любой посуде, кроме сковородок и кастрюли. Почему? Потому что сковородки и кастрюли занимают намного больше силы для того, чтобы их мыть. И таким образом, это называется тирха и тира, то есть большее приглагодарение у нас усилий. И это никому нельзя мыть. То есть сковородки и кастрюли оставляем. Мы говорим о тарелках, милках, ножах и так далее. Это с точки зрения посуды. Окей, с посудой разобрались. Приготовление с будни на шаббат. Едем дальше. Я смотрю, что в чате появился какой-то вопрос. Нет, не появился. Хотя напишу, что в чате есть. Ладно, вернемся назад. А, можно ли вытирать в моем эту посуду? Да, это вы меня спрашиваете. Вытирать в моем эту посуду? Другой аспект – это законы СОХЭТ. Из-за того, что полотенце мокнет, у нас проблема, что мы можем выжать. Мы это уже учили. В принципе, очень-очень нежелательно. Лучше ставить в посуду, чтобы она стекала на сушку посуды, и не вытирать. Потому что когда я вытираю, у меня полотенце постепенно становится мокрое. И таким образом тут уже становится опасность. СОХЭТ – это другая проблема, другой запрет. У меня не сразу показал чат. Теперь показал чат. Тех, поедем дальше. Мужчины, Талит. Идем в синагогу с Талитом. Помолили, все замечательно. Хотим его сложить. Можно ли сложить Талит? И в следующий раз, когда его достанет, будет будничный день. Так вот, если человек складывает Талит ради того, чтобы он не был помятый и красиво сложился по его загибам, и ради этого человек складывает Талит, то это понятно, что нельзя. Потому что этот человек делает действия с Шабата на будничный день. Но если человек хочет, чтобы Талит не валялся, скажем так, где попало, когда он приходит домой, то тогда можно Талит складывать. То есть, в конце концов, очень многое зависит, для чего ты это делаешь. Если этот человек складывает Талит для того, чтобы сохранить его, о, вопрос про Шабат не Талит появился. А если это Шабат не Талит? С Шабатным Талитом мы сейчас разберемся, это по поводу приготовления с одного Шабата на другой Шабат. Есть вопрос, можно ли готовить с одного Шабата на другой Шабата. Немножко хотел позже сказать об этом, но давайте уже раз затронули про Шабат, про Талит, то есть, да, Шабат не, то поговорим и о нем. Так вот, есть такое понятие, можно ли готовить с одного Шабата на другой Шабат. По этому поводу есть следующее, я немножко... приготовление с Шабата на Шабат, чтобы я не пропустил, чтобы я посмотрел... приготовление с одного Шабата на Гош Шабат. То есть, неужели ты не записал для себя? То есть, не записал для себя, для того, чтобы приготовить, чтобы сказать об этом. А! Так, это с Шабата на Йом То. Ну, то... с одного Шабата. Интересно. Я же вроде приготовил, неужели я именно этот аспект оставил? То, давайте я скажу это по памяти, просто я хотел... Не-не-не-не, все нормально. То есть, я... с Шабата на Шабат у нас действительно есть разница, есть махлокок, есть спор между мудрецами, авторитетами, алохическими, по поводу, можно ли готовить с одного Шабата на другой Шабат. И, в принципе, принято Аллаха, что с одного Шабата на другой Шабат готовить можно. То есть, это нету зельзой. Но, несмотря на то, что, если это сильно... то есть, сложить Шабат не тали, тогда в Шабат можно. Но, есть один момент. Если вы складываете его по своим кипулем, там это другой запрет. Если вы складываете очень аккуратненько по его этим складочкам, то это запрет милебен. То есть, да, в принципе, исправление одежды. По этой причине это проблема. Когда вы сложите, как сложился, так получилось, то в этом проблемы нет. То есть, и нужно это делать в одиночку, а не вдвоем. Потому что, когда делаешь вдвоем и так далее, то оно более красиво складывается. По этой причине здесь можно. В принципе, то есть, есть такая вещь. Давайте вернемся назад. Итак, талит. Мы сказали, что талит можно складывать. Теперь есть еще одна вещь. С талитом разобрались. Перейдем к приготовлению еды на третью трапезу. Трапеза опасна. По причине того, что после нее наступает Моцей Шабат. Поэтому, допустим, человек хочет делать много салата. Причем, изначально, когда он делает много салата, он делает специально много салата, чтобы после третьей трапезы это осталось на милевым алка, то есть четвертую трапезу после Шабата. Так вот, вот это твое действие запрещено. Нельзя приготовить слишком много салата. Когда изначально понятно, что он не будет съеден за третью трапезу и он остается делаться специально, чтобы остался на четвертую, то есть после Шабата на милевом алка, это делать нельзя. Это делать нельзя. Но тут можно задать вопрос. Стоп, ребята, мы же про стаканы говорили, да? Там стаканы мы мыли. То есть мне стакан нужен один, а я помыл все стаканы, потому что я, как бы мне нужна вода, поэтому каждый может быть использован. Так и салат, я делаю салат. Я могу весело съесть съемку за третью трапезу. Так в чем дело? Почему это не одинаково? В чем разница? Разница очень проста. Разница проста в том, что стакан, он каждый стакан сам по себе. Поэтому каждый стакан, который я вымыл, он входит в состояние, то, что называется, он предназначен для использования в Шабат сейчас. Слишком много салата я не съем. И он одно целое. У него нет такого, этот салат и этот салат. Это одно целое. То есть когда вы сделали много салатов, то тогда будут как стаканы. А если вы сделали один салат и много, то это одно целое. И такое количество вы съедите. Поэтому изначально получается, что вы готовите на будний день. Более того, скажем так, у стаканов есть еще одна мала. У них есть еще один преимущество. Как мы сказали, мы сказали, что мы хотим, чтобы посуда была чистая, мы хотим чистый, красивый дом. То есть у этого преимущество с вымотой стаканом. Преимущество много салата, никаких нет. Он должен для еды, если он слишком много для еды, для этого тебе преимущество закончилось. По этой причине, то есть как бы, это явно не для этого дела. Есть интересная вещь. Человек приготовил многое. Вы знаете, есть люди, которые идут в третью трапезу, не заканчивают ее здесь и сейчас, а заканчивают ее, когда вышли уже звезды, когда уже закончился шаббат по времени, по часам. Но люди еще продолжают петь, кушать и так далее. И допустим, человек приготовил в шаббат, там не знаю, взял, нарезал клубнику, засыпал ее сахаром и так далее, для того, чтобы съесть ее как десерт. Правильно? На третью трапезу, например. Дело в том, что этот человек знает, что десерт третьей трапезы он уже будет есть после того, как выйдут звезды. То есть официально у людей, то есть некоторые люди уже будут молиться в вечернюю молитву, шаббат он не закончился. Как бы, есть ли в этом проблема? Раш Лом Замин Орбах, Минхат Шломо, говорит, что в этом нет проблемы. Почему? Если это готовится на третью трапезу. И это делается на третью трапезу изначально. И даже с сознанием того, что это будет съедено после выхода звезд, то есть когда уже, в принципе, по идее, с точки зрения часов наступил молитву на шаббат, он говорит, это не пренебрежение шаббатом. Почему? По причине того, что все равно в Беркат Амазоне человек будет говорить в ставку Рце Вахалицейну, то есть ставку на шаббат. То есть с его точки зрения шаббат продолжается. Таким образом, эта клубника, то есть этот десерт, то, что он приготовил, несмотря на то, что он съедается после выхода звезд, то он готовился на шаббат. По этой причине, из-за того, что это нет пренебрежения шаббатом, это делается в... Когда еще благословляют на шаббат, то в этом, естественно, нет проблемы. Так установил... Минхат Шлому, Рашлому за народом. Окей. Пойдем дальше. Мы уже упомянули о том, что, в принципе, есть запрет. Запрет убирать дом, если наводить порядок в доме, если это ради мотца и шаббата, но можно наводить порядок, если это ради шаббата. То есть бардак, я хочу навести порядок ради меня, то это можно делать. Теперь есть вопрос. Если я убираю дом ради времени Бен Ашмашо, то есть сумерки. Сумерки, когда, в принципе, уже ближе к исходу шаббата, но это еще сумерки. И, кстати, в Израиле это 20 минут, а немного. Представьте себе в Европе. В Европе сумерки летом могут занять пару часов. Спокойно. Это вот серое, вот это, понимаете, то есть, в принципе, известно, что в Европе, понятие Бен Ашмашот, но очень длительное, по этой причине, Рабейну там и Балет Оску установили, что можно принимать шаббат до того, как вышли звезды, рано, и принимать на себе шаббат, потом просто шмазкать, иначе, то есть, шаббат бы у людей начинался, то есть, с трапезы, они бы делали 12 часов ночи. Кто не знает, кто соблюдал, не знаю, там, в Бывшем Союзе, я делал это шаббаты, которые самые длинные, то есть, самые поздние шаббаты, спокойно говдолу можно было сделать в 11.30 вечера, то есть, да, то есть, понятно, что шаббат получается с того, что если ты пока в вечернюю молитву помолишься, то уже около 12 садишься и есть трапезы, поэтому молились раньше, но это все бы на шмашот еще. Молились раньше, понимаете, принимаешься на себя шаббат, не на выходе, на выходе нельзя раньше. Так вот, человек наводит порядок, чтобы ему было приятно в Бен Ашмашот, в эти сумерки. И это можно. Почему? Потому что сумерки это еще часть шаббата. Шаббат заканчивается с выходом звезд, он не заходит и не раньше этого. Таким образом, несмотря на то, что сумерки это сомнение, день, сомнение, ночь, как шаббат, шаббат продолжается, шаббат, ничего бы не произошло, шаббат как был, так шаббат и продолжается. И все законы шаббата продолжаются по этой причине можно. Есть очень интересная вещь. В поздние шаббаты летом у кого есть дети знают, что есть проблемы с детьми, с маленькими. Поэтому некоторые родители начинают детей надевать в пижамы. Потому что в будние дни уже в это время дети надевают в пижамы, так начинают готовиться к отходу ко сну. И вопрос появляется, можно ли одеть ребенка в пижаму, но мы знаем прекрасно, что раньше, чем после гавдалы ребенок спать не пойдет. То есть ребенок пойдет через час где-то спать. Получается, одевание в пижаму вроде бы это приготовление к будням уже. То есть он все равно спать час не будет, он будет спать потом. Если в этом проблема, равнуши фанчстен, в игрок муше, разрешает это. Почему? Потому что это нормальное поведение скажем так и в обыкновенной рутине. И в обыкновенной рутине обычно детей одевают в пижамы задолго до того, как они идут спать. По этой причине то, что я одел их за час или до того, как они пошли спать, в пижаме это выглядит как обыкновенная рутина. Так как в этом нет сильного прикладывания усилий, это выглядит как обыкновенная рутина, то это может быть вполне и частью шабата. Таким образом это можно разрешить. Это глобальная вещь. Сейчас мы перейдем в другую рубрику немножко и зададимся вопросом, можно ли делать приготовление шабата на другие дни, когда это делается ради заповедей. Когда, скажем так, заповедь входит в эту картину. И мечта в ура приводит Хаптхайм, что запрет мудрецов он распространяется и на вещи, которые делаются ради заповедей. Например, в шабат нельзя, то знаете, есть книга то есть Сепер Турас Витак Тора он проведен на определенную отрывок, который начинает читать и так далее. Иногда его нужно перематывать на то место, где будет читать дальше. Так вот, если в шабат, то есть у вас, допустим, есть шабат и после шабата праздник. То есть, праздник по сравнению к шабату ниже святостью. Таким образом, вы в шабат не можете взять свиток для того, чтобы перемотать его на место, которое будет читать в праздник. это приготовление шабата на, правда, на другую святость, но святость ниже. Это как приготовление шабата на будни. Таким образом, кстати, это будет связано в любые шабаты, когда, допустим, идет праздник. Допустим, у вас есть шабат, он еще не закончился, и люди начинают готовиться к празднику, скатерь постелить и так далее, к празднику. Шабат еще не закончился. Это запрещено. Несмотря на то, что это к празднику, и это к заповеди, но это еще шабата, приготовление на другой день. Поэтому это запрещено. Есть вопрос другой. Тем более, если мы на будний день перематываем, то будет проблема. Есть другой вопрос. Когда, наоборот, когда есть праздник, когда, допустим, в этом году будет шабата, а после него будет шабата. Нет, стоп, в этом году шабата, потом шабата. Один из самых неприятных шабатов. Ты всю ночь вроде не спишь. Кстати, я с Божьей помощью надеюсь, что мы что-то сделаем в шабот. Правда, здесь в Петахтикве. Зум и сесть на шабот не получится. Так как разрешат к этому времени собирать до 50 человек на улице, то я хочу устроить учебу на улице. Я не знаю, разрешат еще в здание заходить. Если разрешат в здание заходить по 17-20 человек, то мы просто разделим на два класса или как в этом роде, и будет как в советской школе преподаватели ходить из класса в класс и проводить тот же урок с разным группом. Безрата шабата. Я еще должен проверить, где это можно сделать. Вы понимаете, что если мы сидим на улице, то нам может соседи позвонить в полицию, чтобы мы закрыли свой рот посреди ночи и не орали. Это не так уж просто. Нужно это проверить. В любом случае, допустим, шабу, праздник, после него шаббат. Я хочу перемотать, допустим, приготовить что-то в праздник для того, чтобы шаббат. Допустим, мне нужно свечки приготовить. Правильно? То есть для того, чтобы шаббат не свечи зажечь, я их должен поставить что-то до шаббата. Правильно? До праздника. Мне нужно перемотать, допустим, свиток торы или так далее. Всевозможные действия для того, чтобы произошел шаббат с праздником. И тут появляется вопрос, Есть такое понятие ируфтовшилин. Вы знаете, что, допустим, чтобы готовить в праздник на шаббат, нужно сделать ируфтовшилин. То есть хлеб, булочку, яйцо, сказать определенные слова для того, чтобы разрешить действие приготовления еды в праздник на шаббат. И это потом съедается в сам шаббат. Теперь вопрос. Это называется ируфтовшилин. Вопрос в том, могу ли я, то есть нужен ли мне ируфтовшилин для того, чтобы сделать действие другое, не только приготовление еды, приготовить свечи, застелить скатер и так далее. Ради заповедей можно ли это сделать? Тут есть спор. Раби Акива Игар считает, что можно это сделать и без ируфтовшилин, по причине того, что можно готовить с низшей святости для более высшей святости, тогда как Мишнабура, допустим, Рахефицхайм и многие другие авторитеты последних времен, считают, что нет. Нужно ируфтовшилин. Ты все эти действия можешь сделать, если у тебя есть ируфтовшилин. Поэтому, кстати, не забывайте делать ируфтовшилин. Перед шаббатом, в этом году очень важно будет его сделать. Скажем так, на Галаху лучше полагаться, то есть идти, конечно, по мнению Хапецхайма, Мишнабура и так далее, и делать ируфтовшилин. Если вы не сделали ируфтовшилин, то можно положиться на мнение Раби Акива Игара вместе с тем, что обычно раввин общины, кстати, я так делаю, или раввин города, когда делает свой ируфтовшилин, он упоминает всех членов своей общины или всех жителей города на всякий случай. То есть, как бы, если кто-то забыл, то раввин его захватил. Но это очень-очень-очень-очень гидиават. Это очень-очень бешатов хан, когда совсем, то есть будет, когда нет. Поэтому желательно в такие ситуации не попадать. Иногда приходится, допустим, мы говорим, шаббат на будний день. В любом случае, допустим, нужно перемотать. Шаббат на будний день, шаббат на праздник. Ну вот попали в ситуацию, забыли перемотать, завтра не получится, что будем делать? То есть решение. Это называется шататхак. Выбора нет, нужно делать. Что мы делаем? Мы перематываем, но мы не просто перематываем, но сначала открываем, перемотаем на то место, где перемотали, и немножко поучим там Тору с этого места. Тогда это действие я перемотал на это место, чтобы выучить там кусок, учиться в Тору, в шаббат, это заповедь. По этой причине я сделал вещь, которая нужна для шаббата. То есть, ну это не, скажем так, патент патентом, он решает проблему, но желательно его не использовать, скажем так, на постоянной основе. Кстати, еще заповеди. Допустим, знаете, пури в моцей шаббат. Бывает, да, в последнее время был часто, сейчас немножко сдвинулись. Поднимается вопрос, можно ли приносить в Мегилат Эстер, свиток Эстер в шаббат для Пурима, чтобы читать моцей шаббат. Поэтому по этому поводу пишет Шарей Чуват имени Морвик Ция и говорит, что можно принести свиток Эстер в шаббат, в синагогу, для того, чтобы моцей шаббат начитать на Пурим. Но его нужно принести, скажем так, не публично, скажем так, в сына, то есть скрыто, то есть спрятав. И когда ты придешь в синагогу, нужно с него немного поучиться. И тогда ты делаешь то, что ты принес его ради шаббата, а не ради эмоций шаббата. Иначе было бы нельзя приносить. Хотя есть очень интересная вещь. Кафа Хаим приводит, что есть спор. Является в шаббат, Мегилат Эстер, свиток Эстер, мукцей. Я имею в виду на пергаменте свиток Эстер. Является ли он мукцей? И там есть очень интересная вещь. Алия Рабач говорит, что он не мукцей. С него учиться можно. То есть берешь, ты можешь открыть свиток и учить его как Тор. Поэтому не мукцей. Прихода же говорит мукцей, это спорт. Но Мате Иуда говорит, что это очень интересная вещь. Есть один шабат, когда это точно мукцы. Это когда? Это когда 15-я адара Шушан-Пурим выпадает на шабат. Обыкновенный Пурим на шабат не может никогда выпустить. А вот Шушан-Пурим, по-моему, это будет в этом году или в следующем, я не помню, он выпадает на шабат. Когда выпадает Шушан-Пурим на шабат, то есть, называется Пурим-Мишулаш, тройной Пурим. Когда часть вещей делают в пятницу, допустим, чтение свиткой эстеры и так далее, как со всем Пурим, со всеми остальными, в шабат нету ничего, и трапезу, и Мишулах-Манот делают в воскресенье, за тройной Пурим. Так вот, в этот шабат есть особое постановление мудрецо, запрещающее притрагиваться к Медиле. И говорит Маттею, да, в этот шабат, когда 15-я адара выпадает на шабат, он точно мукца Медилат-эстер. И тогда точно ее запрещено носить. Окей, таким образом, скажем так, на практику принято сегодня мнение не приносить свиток эстер в шабат, в синагогу бы. Поэтому специально, когда Пурим выпадает в мудрецо и шабат, что мы делаем? Мы устанавливаем чтение свитка эстер и вечернюю молитву позже, чтобы люди могли сказать атаку нантану, то есть слова, которые наступают в буднике, и переоделись, принесли свиток эстер и так далее. И тем более, если это 15-я адара, то шабат выпадает, а вы русалимцы, то нельзя. То есть там принято, а это уже нельзя. Окей, есть еще одна очень интересная вещь. Вы знаете, есть шабат хазон. Шабат, допустим, перед 9 днями. И мы знаем, что мы не можем одевать в 9 дней траура, глаженную одежду. И нужно немножко поносить предварительно. Теперь вопрос, могу ли я в шабат одевать ту одежду, то есть поносить немножко одежду в шабат, которую я... Потому что в шабат можно носить глаженную одежду в шабат хазон. Потому что так принято обычаи в земле Израиля, хотя по мнению шурханруха не одевают шабатные одежды в шабат хазон. И по мнению Мишны Брой тоже не одевают. А Билинский Гаун говорит, что да, одевают. И такое обычаи в земле Израиля. Так вот, если я одеваю шабатную одежду, то есть глаженную одежду в шабат, то у меня нет запрета. Могу ли я в шабат понадевать одежду и походить не в чуть-чуть, для того, чтобы у меня была одежда на 9 дней траура. По этому поводу есть те, которые сражают и говорят, что нельзя одевать и менять, приготовить одежду в шабат. Но что да, можно? Можно, когда наступает момент, когда человек в шабат всегда меняет одежду. Когда? Когда он встает утром, например, он одевает новую одежду. Правильно? Он все равно одевается. В этот момент можно одеть эту одежду, чтобы поносить чуть-чуть, а потом снять ее перед тем, как человек идет ложиться спать. Или когда он встает днем, он проснулся, то можно тоже одеть эту одежду. Так, то есть есть одно мнение, поэтому обычно, кстати, вот так и делают. Но нужно знать, что есть другое мнение. Есть мнение, которое сказано, что в шабат-хазон можно носить шабатную одежду, но только одну пару. Только одну пару. По этой причине нельзя менять шабат-хазон, потому что это явное приготовление. Это явное приготовление на будние дни. По этой причине он запретил. С точки зрения практической Аллахи, мы идем, как я сказал. Кстати, есть еще одно мнение. Есть мнение Раф Каневского, знаете? Раф Каневский говорит, что можно в шабат одевать и менять одежду. Вообще-то все разрешил. Это не считается приготовлением. Это приготовление запрещено. Но на Аллаху принято обычно идти по среднему мнению. То есть, в принципе, да, можно менять. Но в тот момент, когда обычно люди одеваются с одеждой, то есть так и делают. О, сейчас мы приходим к вопросу, который я шел. То есть приготовление с одного шаббата на другой. Теперь немножко раскроем это. Происпортолит то, что было. У нас тусефта. Тусефта, которая говорит. Не моют посуду с этого шаббата на другой шаббат. И так написал Рааван. И так, в принципе, выходит из мнения Рамбана. Мудрецы первых поколений постановили. Но с точки зрения Рабейну Хананеля, Рабейну Хананеля объясняет, что приготовиться святого на святое в той же, скажем так, на том же уровне нет запрета. Потому что я не пренебрегаю шаббатом. Я готовлюсь с одного шаббата, одна святость. И ты этот со святостью, и он разрешает. На Галаху вообще принято во всех аспектах обычно не готовить с одного шаббата на другой шаббат. Но как мы объяснили с Толитом, из-за того, что там есть несколько вещей, чтобы он не валялся и так далее, то мы можем полагаться на мнение Рабейну Ханеля. Это я просто хотел, чтобы не поднимать эту тему, но я почему-то у меня она потерялась. Я сейчас ее нашел, то есть она у меня лежит, то есть уже разложена. Тов. Есть еще одна тема, она важная многим людям, скажем так, больше школьникам, связанная с приготовлением на будничное. И эта тема называется учиться к экзаменам, учиться к экзаменам шаббата. И тут нужно разделить на три вида, скажем так, вещей. Есть, скажем так, религиозные, духовные, таранические дисциплины. Талмуд. Вот, допустим, у меня у сына сегодня был багрут по Талмуду, несмотря на корону. И он учился в Шаббат Талмуд, то есть весь Шаббат готовился к багруду. Багрут сегодня, он учится в Шаббат. Но из-за того, что есть заповедь учить Тору в Шаббат, и он сидел учил Тору в Шаббат, несмотря на то, что его сегодня будут за ней экзаменировать, это не является приготовлением к будням, потому что есть важность и нужность к Шаббату. И тем, что я учу Тору в Шаббат, я не пренебрегаю Шаббатом, то есть они будут как будто пренебрегать Шаббатом, то это можно, понятно, в этих проблемах. Есть иногда предметы, которые вроде с ними нет проблемы. Допустим, мы говорили светские предметы, сейчас с ними поговорю, но сначала поговорю о предметах, которые, чтобы к ним готовиться, обычно нужно, обычные уроки устными сейчас поговорю. Мы говорили про религиозные предметы. Давайте сначала светские предметы, а потом я поговорю о тех, которые обычно пишут. Так будет удобно. По поводу светских предметов. Там нужно делить. Есть языки, например, и есть науки. Дело в том, что с точки зрения изучения языков, английский и так далее, готовиться к английскому экзамену в шаббат или к другому языку, тут, скорее всего, приходится устражить. По причине того, что то, что рамбан и рожба, мы о них уже говорили на прошлых уроках, разрешили учить другие науки в шаббат, по причине того, что из них есть, скажем, у них есть ценность у других наук. То есть есть ценность для того, чтобы человек просвещался, то есть и был развитым. По этой причине у них ценность и в шаббат тоже есть. Поэтому они разрешили рамбан и рожба учить другие науки в шаббат. Но язык как таковой, то есть у него есть польза, но с точки зрения внутри шаббата у него нет ценности. По этой причине, когда человек учит язык, а тем более, когда всем понятно, что это не танук, человек не получает удовольствие готовиться к экзамену, по этой причине здесь проблема есть, и это будет запрещено даже тем, кто облегчает в вопросе изучения других предметов, кроме Торы. То есть рожба и рамба, в отличие от рамбан, который запретил вообще что-либо учить, кроме Торы, что-либо читать, то, что мы уже учили. Кстати, если человек, допустим, то, что называется большан, человек, который изучает языки, и он от этого обалдет, есть такие люди, которые очень глубоко изучают языки, филолог, то есть да, то в этом изучение глубоко, ну, он получает удовольствие, углубляется и так далее, тогда несет пользу. Он не готовится к экзамену. В этом случае можно разрешить и получить, но мы говорим о подготовлении ученика к экзамену. Это не польза, и он от этого в шаббат пользу никак не получает, и, точнее, ничего от этого не имеет. Теперь, Рома, кстати, Рома написал, есть единственный язык, который можно в шаббат учить. Знаете, какой? Иврит. Это выходит из Рома. Рома разрешил читать рассказы на иврите в шаббат, даже если пустые ни о чем. Почему? Потому что иврит, то есть еврею, еврит нужен, от него самого польза есть, потому что иврит нужен для понимания Торы, иврит нужен для понимания многих вещей, по этой причине само изучение иврита, оно несет пользу еврею, по этой причине даже читать какие-то глупые рассказы, что-то вещь, которые совершенно не связаны с Торой, и я укрепляю таким образом свой иврит, это показатель, скажем так, это нужная вещь сама по себе. Так написал Рома, и то есть мы облегчаем здесь. Таким образом, читать всевозможное, то есть, но, с другой стороны, то, что Рома так выделил иврит, понятно, что другие рассказы, другие вещи, там, не знаю, какие-то анзимы на другом языке учить, то есть есть проблемы. По поводу других наук, не язык, просто наук, то лучше в шаббат их не учить, то есть почему? Потому что, в конце концов, человек это, то есть есть человек, если он получает от этого удовольствия, слово язык арамейский тоже нужен. Арамейский в этом случае, то есть учить арамейский ради того, чтобы учить талмуд, тоже ему нужен, то есть спросили тут в чате, я отвечаю. По поводу с точки зрения науки. Мы сказали, науке, в принципе, если человек интересуется, приносит ему это удовольствие, приносит ему это пользу, то есть, да, человек читает, не знаю, какие-то вещи, то это можно. Но когда человек готовится к экзамену, то это не совсем ради удовольствия. И это, как бы, не изучение ТОРы. И явно задача экзамен, который будет в будний день, поэтому лучше отложить-то в сторону. То есть, ну, если совсем не в макоту, и завтра экзамен, и все горит, то есть, да, то из-за того, что у науки, у науки собственная польза самостоятельно, то можно положиться и облегчить. Теперь по поводу науки, которой нужно писать. То есть, есть вещи, которые для подготовления к ним нужно писать. Например, математика. Математика, то есть, да, ее обычно приготовление человека к математике, это решать примеры. Решать примеры, это писать. В таких вещах Ци Целезер, кстати, Ци Целезер пишет, что можно учиться и приготовиться даже к тем наукам, к тем вещам, в которых нужно писать. Обычно. То есть, обычно делают какие-то решения, какие-то примеры, и пишут. То есть, ребят, понятно, что писать не будут, но он разрешил это делать. Почему? Потому что говорит, что мудрец этого не запретили. А мы не имеем права устанавливать от себя постановление. С другой стороны, Шарей Фрайм говорит, ничего подобного. Есть запрет делать какие-то вещи, которые приведут к написанию. Это Рамбан написал и так далее. По этой причине это попадает под глобальный запрет делать вещи, которые могут привести, что человек начнет писать или стирать. А это запрещено. На Галаху принято, что мы такие предметы, которые обычно к ним готовятся посредством что-то писать, что-то делать, то есть, решать примеры ручкой или карандашом и так далее, то их Шаббат делать, потому что нельзя даже если ты делаешь тусно. Кроме тех случаев, если есть возможность, и так делают, готовятся к этим предметам, вообще ничего не... То есть, можно делать письмо, то есть, писать что-то, а можно не писать ничего. И так тоже готовится. То есть, не специально ради Шаббата, так тоже готовится к таким взаимствам. Там можно облегчить. У нас все задается вопрос. Окей, все хорошо, мы все объяснили. Человек, в конце концов, взял и приготовил что-то в Шаббат. Ему было запрещено. Можно ли потом от этого получать удовольствие? Не сейчас. Моцей Шаббат. Он сделал там, не знаю, приготовил, накрыл стол, убрал, помыл посуду. Можно ли потом после этого пользоваться, несмотря на то, что он приготовил в Шаббат? Бейт Юсеф от имени Рожба написал, он тогда пишет, что можно ли, сделали вещь какой-то праздник, и по поводу моцей, на исходе праздника можно ли пользоваться, он разрешил. То же самое здесь. Выходит, что если сделали в Шаббат, сделать нельзя, но сделали уже, то можно получить, скажем так, удовольствие от своих трудов, которые ты сделал ради будущего дня. Понятно, что мы не сделали запрещенное действие. Мы сделали что-то разрешенное. Посуду там помыли, стол накрыли и так далее. Убрали со стола. Тут переходим в следующее. Есть действия, скажем так, которые легкие. То есть это не нужно сильно прилагать усилия какие-либо. То нужно понять, запрет приготовления Шаббата на будни существует только в тех вещах, в которых есть приложение каких-то усилий. Много-мало, но приложение. В тех вещах, которые это обычное действие, и усилий никаких не требуется, и даже в них не видно, что делать ради буднего дня, но этот человек это делает, в принципе, ради буднего дня, в этом запрета нет. Сейчас приведу пример, чтобы вы поняли. Например, человек, который читает книгу, и у него есть закладка. Он может положить Шаббат-закладку в книгу, несмотря на то, что в следующий раз эту книгу будешь читать только в будний день, и вся закладка кладется туда ради того, чтобы потом найти в будний день, где ты читал. Но это разрешено почему? Прошу прощения. Дело в том, что это разрешено, так как это обыкновенное действие, не обязательно для будни вечного дня. В этом случае для будничного дня, и из этого не видно, что человек, то есть это не требует никаких усилий особых или что-то, и это не видно, что человек это делает ради буднего дня. Он может эту книжку открыть через 5 минут, и снова продолжить ее читать, и ничего не произошло. Еще пример. Человек, например, взял Сидур в синагогу. Ему можно вернуть этот Сидур из синагоги, правда, там месте, где есть ируф, где можно сидеть по улице, и вернуть его домой, даже если он больше с ним в синагогу не пойдет. Казалось бы, он готовит с Шаббата на будни, он приносится домой. Многоразовая закладка на клею, вопрос, не связанная с темой нашего урока, она была связана с темой Too Fair, мы о том уже говорили, это запрещено. То есть есть мнение, которое это разрешает, если она постоянно ее отклеивает, приклеивает, есть те, кто разрешает, это по поводу многоразового, то есть вопрос в чате, на клею, но я считаю, что лучше они пользуются. Если вы хотите облегчить, у вас есть на кого положиться, но это не к нашей теме. Теперь еще, например, можно поставить, допустим, вы поели, и вы хотите поставить вещи в холодильник, чтобы они не пропали. Это можно сделать, потому что нормальное действие человека, что когда он поел, он убирает вещи, что их место в холодильник. И это, казалось бы, потом они будут только вытащены в следующий раз в будние дни, но это обыкновенное действие, которое не выглядит, как действие, прилагающее какие-то особые усилия, или что он обязательно делается для будни. Еще вам пример привести, например, залить водой посуду, чтобы она легче отмывалась. Когда человек поставил в граковину посуду и залил ее водой, чтобы она легче отмывалась, вот тоже действие, потому что не прикладывание усилий, не обязательно ради будней, по этой причине здесь тоже можно разрешить. Также можно, допустим, куда-то нужно пойти, допустим, вы их и собрались, в Шаббат мы знаем, что можно ходить Аль-Пай-Мама. 2000 Ама около километров. То есть вне пределах города. Вы хотите пройти там, не знаю, вы живете там в Тахтике, у нас есть Гивата Шлуша, допустим, Кибуц. Туда, если бы не Ирув и так далее, то есть он выходит за Тхум, то есть он за пределами Аль-Пай-Мама, например, то есть не было Пырува, как полагается, я хочу туда пойти, проведать друга в Муа-Цей-Шаббат. Я могу выйти до Шаббата и идти, несмотря на то, что я вроде готовлюсь, я иду ближе к границе, чтобы сократить время эмоций Шаббата. Дело в том, что, казалось бы, я делаю действия для приготовления, для будней, но, так как нет запрета гулять в Шаббат, так как нет запрета ходить в Шаббат, неважно куда, то это не выглядит, как будним действием. Более того, то есть если бы там был и Руф, и продолжался бы, то я вообще мог бы в Шаббат туда дойти. По этой причине это тоже не запрещено. То же самое человек может говорить в Шаббат, что я хочу в Муа-Цей-Шаббат встретиться с другом. Давай встретимся в Муа-Цей-Шаббат. Это не является подготовлением в Муа-Будня. Потому что это ничего. Нет запретов Шаббата встречаться, поэтому говорить не надо, то есть нет запрета говорить. Действия никакой не происходят, и это не является приготовлением. Кстати, есть очень интересная вещь, связанная, правда, с субботом. Человек приходит в первый день с четырьмя видами растений, то есть да, и он хочет их поставить в вазу с водой, чтобы они не завяли. То есть вытаскивает из воды и вставляет в воду. Казалось бы, если я вставлю их в воду, это уже на следующий день, чтобы они не завяли на следующий день, это уже холямоид будет. Можно ли это делать? Можно. По причине того, что это обыкновенное действие, человек всегда вытаскивает четыре вида растений из воды, возвращает их туда, вытаскивает, возвращает. Это нормальное явление, то есть это вещь, что брать. Есть очень интересная вещь по поводу сна в Шаббат. В Шаббат можно спать. Но есть одна вещь. В Шаббат нельзя говорить, что я пойду-ка я посплю, чтобы в Муаце и Шаббат посидеть, попозже поработать. Это приготовление к будним дням. То есть получается, что человек пренебрегает Шаббатом. Он использует огромный ресурс святости Шаббата для того, чтобы угробить ради буднего дня. Это запрещено. Но пойти ничего не говоря. Спать можно. Даже человек хочет отдохнуть, чтобы в Муаце и Шаббат себя нормально чувствовать. Говорить об этом нельзя. То есть я не готовлю, я пошел спать. Все. Это можно. Или, например, человек выходит погулять или в гости в будний день. Днем тепло, вечером будет холодно. Ему возвращаться вечером домой. Ему нужно свято-рок прихватить с собой. Может ли он взять с собой свято-рок? Ведь по-настоящему свято-рок не нужен в Шаббат. Ему нужен будет он потом, когда будет темно, когда Шаббат выйдет. Что с этим? В этом вопросе есть, скажем так, спор. Шмират, Шаббат, Килхата разрешают. Почему? Он говорит, можно взять свято-рок, главное не говорить, что я беру свято-рок, чтобы вечером вернуться, будет прохладно. Не сказал, взял свято-рок и все. Но свято-рок можно и в будний день одеть. Архот, Шаббат, он, скажем так, сомнимался в этом вопросе. Почему? Потому что, в каком вопросе? Когда четко понятно, что человек свято-рок одевать в Шаббат не будет. На улице жарко. Знаем, допустим, как сейчас в Израиле, у нас сейчас днем жарко, а ночью может быть холодно. Весьма прохладно может быть. Таким образом, человеку понятно, что в будний день в Шаббат не оденет, только потом оденет. И он говорит, что это похоже на человека, который берет вино в Шаббат для того, чтобы сделать Авдалу в Моции Шаббат. Кстати, сейчас мы поговорим об этом вине. Можно ли принести бутылочку вина куда-то, где вина нет, чтобы сделать Авдалу. Мишнабурат запретил, кстати. По этой причине, говорит, уход в Шаббат, может быть с этим проблема. На Галаху, правда, принято, что так как одежда, она как бы на теле, ее человек может и в Шаббат нацепить на себя, вдруг если он прохладно станет, и это не особо бросается в глаза, что это делается ради будней, то можно взять с собой светорок, главное об этом не говорить. То есть, взял светорок и пошел. Окей. Иногда, когда нет другого выхода, то можно делать даже действия, в которых нету слишком большого приложения усилия, даже если заметно, что это делается ради будней. Но в них нет особых усилий. То есть, обычно человек этого не делает, особого усилия нет, и поэтому, что это обычно он не делает, то это скорее в Шаббат не делает. То это выглядит, как будто он делает ради будней. В этом случае можно разрешить. Да, можно разрешить, и проблемы не будет, но это только в Шадат-Хафт. когда выхода нет, меня тут, а, я вижу тут снова написано, договориться в Шаббат и не строить планы на будни. Нет, договориться в Шаббат, смотря о чем договориться. Договориться с кем-то встретиться, это не строить в будни планы на будни, потому что договориться с кем-то встретиться, это нормальное действие в течение человеческой жизни. Любое, это может в Шаббат, в будни и так далее, это не обязательно вы. Это не запрещено. Дебур, разговор, он более слабый, как таковой. Это не действие, у него меньше силы. А вот договориться, что мы с тобой в Моцей Шаббат пойдем в кино, запрещено. По причине того, что в кино запрещено смотреть в Шаббат. По этой причине ты говоришь о запрещенном действии. Но это тема другого урока, о котором мы говорили, о тех вещах, о которых можно и нельзя разговаривать. Итак, вернемся. Те вещи, которые нет большого прикладывания сил, но они обычно не делаются человеком, и заметно, что делаются ради будних дней, то если очень-очень-очень-очень вынужденная ситуация, то можно облегчить. Например, как мы сказали, Кмешнабура приводит. Человек знает, что он идет в место, он будет в Моцей Шаббат, и где тяжело найти вино в Моцей Шаббат, чтобы сделать это в дом. То он может взять бутылку вина, понести ее с собой, хотя это понятно, что он берет ее для Равдалу, понести ее с собой, но он должен ее спрятать и выходить задолго до. То есть не выходить уже в темень, когда начинаются сумерки, когда уже понятно, что это вино распивать в Шаббат не будешь. Ты это вино несешь ради Авдаллы, это запрещено. Но если выходишь задолго до, то в принципе эта бутылка вина может и в Шаббат пойти, но ты обычно не бегаешь с бутылкой вина. То есть человек, скажем так, не тот, который, скажем так, мы не говорим о людях, любящих выпить, постоянно сбегать с собой с бутылкой. Например, человек, который нормативный, человек с бутылкой не ходит. И он вдруг пошел с бутылкой, потому что он идет туда, в месте, где не будет вина на Гавдалу. Кстати, если он придет куда-то, на третью трапезу с этой бутылкой, потому что там вина нет, и на третьей трапезе скажут лиха им, то тогда будет можно изначально внести эту бутылку. Тогда вообще проблем никаких нет. Тогда это явно не приготовление. Есть еще то есть действия, которые тоже, скажем так, мера, они явно выглядят как ради будней, но они делаются ради того, чтобы не было ущерба. Объясню. Гоморав в трактате «Шаббат» на 123-м листе говорит, что можно взять предмет, который обычный, в «Шаббат» у него не пользуется, но в принципе можно его использовать для разрешенных вещей и в «Шаббат», и он стоит, допустим, то его можно унести с места на место, если хотим его спасти, допустим, от дождей и так далее. То есть он может ему быть в бред. И человек это переносит, там, допустим, унес от дождя, я подставил под крышу, чтобы оно не промокло, чтобы он не испортился. С одной стороны, это приготовление на будни. То есть, да, с одной стороны, это приготовление на будни, но, допустим, «Шаббат» написал, что нету в этом запрета. Почему? Потому что это не приготовление, а сохранение. То есть это не «Ахана», а «Шмира», так он говорит. Но, допустим, взять еду какую-нибудь, которую нужно положить в морозилку, чтобы она не пропала, то Архот Шаббат говорит, что он здесь сомневается в этом вопросе. Почему? Потому что это явно показано, если я кладу в морозилку, это явно в Шаббат уже этим пользоваться не будет. То есть, да, потому что нужно снова размораживать. Таким образом, это явное действие для буднего дня, с одной стороны. С другой стороны, а может, там они живут, то есть, да, типа, это их место, допустим, мороженое. Мороженое не живет вне морозилки, а это в уместном. По этой причине, если это в уместном, то просто его положил на место. Это не приготовление на будние дни. Поэтому он сомневается. И, допустим, Маген Авраам, Маген Авраам написал и запретил, допустим, знаете, есть мясо. Если мясо, которое зарезали животное, если в течение трех дней не сделать просол, то после третьего дня, на третье дня бровь высыхает и больше просаливания мясу не помогает. Его нужно, можно только жарить. Варить его больше нельзя никогда. Как печень. Как можно это решить проблему? Поливать его водичкой. Мы, если его поливаем водичкой, то он не высыхает, тогда можно просолить для того, чтобы варить. Маген Авраам пишет, что в шаббат, допустим, где третий день наступает шаббат, Маген Авраам говорит, что нельзя поливать это мясо водичкой, чтобы спасти его от... чтобы оно осталось до сих пор разрешенное для просола и для варенья. Почему? Потому что это явное приготовление на будний день. Мишна Бурахов Ицхайм приводит действительно мнение Магена Авраама в начале, но в конце концов заканчивает мнением Алия Раба и Нудаба и Уда. И говорит, что когда очень-очень надо, то можно облегчить по причине того, то есть по многим причинам. Почему? В основном это запрет мудрецов. И тут может быть нанести большой-большой бред экономически и так далее человеку. По этой причине принято, так как написано, что Мираши Баткилхата, Раба и Цеха Килсе, Вилкат и Сафа и так далее, что мы, если будет вред чему-то, то мы можем его спасти. То есть это разрешенное действие. Таким образом, когда есть, скажем так, в экстремальных ситуациях, когда нам нужно спасти еду или что-то от вреда, то нам можно делать всякие действия, даже если это видно, что-то делается для будни. Например, полить водичкой мясо, чтобы оно, сегодня это не реванг, сегодня мы не просаливаем мясо в доме. Например, положить что-то в морозилку, чтобы оно не пропало. Или, допустим, перенести что-то с балкона, чтобы он под дожки попал и так далее, и так далее. То есть, по-моему, на этом мы сегодня закончим. Я сейчас прекращу, то есть продолжим с Божьей помощью на следующем уроке уже про всякие музыкальные инструменты, хлопания в ладоши и так далее, и так далее, и так далее. И на этом мы закончим тему облика шаббата, перейдем уже по тону и законам мукции. Сегодня я заканчиваю, заканчиваю запись. Я выключаю ее. я прощаю ее. Продолжение следует...